Здравствуйте! Всех работодателей хотят обязать повышать зарплату раз в год. Как пишет известие, подготовлен законопроект, который обязывает коммерческие компании индексировать зарплату сотрудникам не реже одного раза в год. Предполагается, что минимальный размер повышения зарплаты будут определять региональные власти. Это будет зависеть от уровня жизни, прожиточного минимума и роста цен на товары. Все дело в том, что в действующем законе достаточно размыто прописан механизм повышения зарплаты. Руководители коммерческих компаний полагают, что повышать зарплату должны только бюджетные учреждения. Минимальный размер индексации должны определить местные власти, однако он не может быть ниже размера индекса потребительских цен. Отмечу, что по данным Росстата, индекс потребительских цен по итогам 2014 года составил 111,4%. Получается, что в случае принятия индексация зарплаты составила бы не менее 11,5%. Международная система ВИЗА присоединилась к национальной платежной системе России. Об этом сообщает Центробанк. Проводить операции через национальную платежную систему по картам Мастеркард некоторые банки начали уже в конце января. И вот теперь денежные переводы через российскую систему будет проводить и ВИЗА. Напомню, летом 2014 года из-за санкций ВИЗА и Мастеркард прекратили обслуживать карты ряды российских банков. После этого в России был принят закон о создании национальной системы платежных карт. Документ обязывает Международные платежные системы перевести свой процессинг на территорию России. Россияне запаслись рекордным количеством валюты. Спрос россиян на доллары и евро в декабре 2014 года увеличился в 2,5 раза. По сравнению с предыдущими месяцами превысил 8 миллиардов долларов. Показатель является рекордным, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Банка России. Это произошло из-за резкого снижения курса рубля к основным мировым валютам. Как пояснили в Центробанке, многие банки для недопущения паники среди населения закупили огромный объем наличной валюты – около 18 миллиардов долларов. Средняя зарплата, которую хотят получать мужчины в Перми – 40 тысяч рублей. Портал по подбору персонала Headhunter проанализировал резюме уральцев. Почти все мужчины хотели бы зарабатывать 40 тысяч рублей в месяц. Перми не стало исключением. И это при том, что среднее предложение по городу составляет 28 тысяч. А вот женщины в Перми согласны на зарплату в 25 тысяч рублей. Валюты продолжают падение. Курс доллара на 21 февраля, установленный Центробанком, составляет 61 рубль 72 копейки. Курс евро – 70 рублей 3 копейки. На этом у меня все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова